Значит, случай такой представляет академический интерес. Пациент очень молодой, с детства атрофический процесс конечностей с похуданием верхних и нижних конечностей, нарушение похоеки, степаж. Делаем томографию позвоночника, ничего особенного не видим на шейном уровне. Поясничный отдел смотрим, обратите внимание на, я вам кое-что показываю, расширенные форминальные отверстия, причем не на одном месте, а на протяжении поясничных и трясовых сегментов. То же самое в режиме Т1. Собственно говоря, здесь мы видим расширенные форминальные отверстия, там кажется мелограмма. И на мелограммах, вот здесь вот, если можно, я тоже показываю. Нет, здесь это коронарные срезы, чуть-чуть назад, если можно, это цель. Это мелограммы, видите, деформированный дуранный мешок, тоже множественными такими участками узловыми. Далее. Ну вот еще вот этот срез, если можно, обратите внимание, коронарные срезы, тоже утолщенные корешки. И вот здесь на аксиальных срезах следующих, вот там они есть уже, вот, посмотрите, какие очень утолщенные, да, огромные, больше, чем в палец толщиной корешки, причем не на одном, только уровне. Ну, собственно говоря, срезов мало, объясню почему. И вообще здесь не контрастировано, ничего не проводилось, это было заключенное. Его привезли в кандалах, пять автоматчиков, давайте быстро сделаем, разберемся в чем-то дело. И поэтому у нас не оставалось никакого, какие-то угленные исследования. Но так в жизни бывает. Мы пользуемся каким-то минимумом информации. Вот. И, пожалуйста, как вы думаете, да, если вот мы перейдем к этой системе голосования, давайте голосовать. Ну, что это воспаление, опухоль, нейрофиломатоз, гиперпластическая деминизация. Ну, сразу скажу, что, ну, опухоль, какая тут опухоль, да. То есть, конечно, иногда вот так смотришь на такие удивительные вещи, когда редко встречаются, можно зловея скачать, а то, значит, опухоль, да. Я сразу говорю, что это нет. Давайте из трех вариантов что-нибудь придумаем, пожалуйста. Вот смотрите, это заболевание называется заключительное дело, заболевание Шарко-Маритута. Это клинический случай, к сожалению, без подтверждения морфологии. Ну, как, к сожалению, к счастью, человек живой. Но интересный пациент наблюдался с детства у профессора Якова Юрьевича Пуперенского, в нашей афтерифии неврологии российской. Значит, вот немножко об этом заболевании сегодня. Болезнь Шарко-Маритута. Наследственная моторно-сенсорная невропатия первого типа, невральная аниатрофия, проявляющаяся мышечной слабостью, мышечная атрофия дистальных отделов конечностей, характерно вот особенно доминантное наследование. Встречается 36 на 100 тысяч населения. Чаще болеют мужчины, травмы, перенесенные инфекции, привык к прогрессированию заболевания. Это, если можно дальше... Да, вот смотрите, по классификации бывает несколько типов. Есть демилизирующий вариант первый, второй аксональный, третий тип тоже. Есть заболевание, называется Дежирина-Сотта. Редкая тяжелая ранняя форма вот этого заболевания Шарко-Маритута. Иногда рассматривается как подтип. И вот обратите внимание на гипертрофический неврит. И симптомы могут как раз включать вот такие симптомы. Задерживая способность их ходить из-за слабости мышц, ног тяжелые, проблемы осязания, потери слуха. И тип четвертый демилизирующий, астасонно-рецессивный. Похож на первый тип, но частые и серьезные симптомы. Этот симптом, вероятно, передается по наследству детям от больного. Вот в данном случае мы имеем подтип Дежирина-Сотта. Это заболевание, которое характеризуется гипертрофическим. Вот обычно происходит распад нелин в оболочке при таких заболеваниях. Истончение, глыбки такие вокруг нервов, да, как привело сельский рост, демилизирующий процесс. Но симптомы данного заболевания проявляются именно в гипертрофическом варианте. Вот ответ последний будет правильным. Вот симптомы этого заболевания, как правило, первый симптом проявляется у детей и молодых людей, как у него как раз. Первым симптомом является высокий арочный слот стопы или трудности при ходьбе. И вот, ну да, молоткообразные пальцы, снижение. Вот это все симптомы, которые здесь описаны. Да, степа, широко поднимают ноги. Далее, картинчик следующий. Вот смотрите, как это внешне выглядит. При таком заболевании полая стопа, атрофия нижних конечностей следующая. Ну, в диагностике обычно подразумевается, что ДНК-диагностика, дупликация генов, значит, да, вот перечислены здесь. На электромиографии снижение скорости проведения импульса по моторным и сенсорным волокам, сочетание потенциала фибрилляции с однофазными додоитетными потенциалами. Ну, затем вызванные потенциалы тоже, однотонное снижение скорости без блока проведения. Вот на МРТ, вот когда мы видим такую ситуацию, как в данном случае дежирина сотая, утолщение, а не атрофия крючков резкая, как повторяюсь, с палочной толщиной, гиперинтенсивность пирамидных трактов, атрофия гентальных, плотоминальной киорби, иногда и биопсия периферических нервов. Ну, вот можно выявить гипертрофические изменения периферических нервов, и может происходить процесс потепу демиализации, реализация в процессе. Дальше посмотрим. Вот бывают иногда очаговые изменения и в спинном мозге, это уже не у этого пациента, а просто историческая справка, какие могут быть проявления и в головном мозге, тоже мелкие очаговые такие киорби, и в киорби, и в киорби, и вот это утолщение интрадуральных корешков, как мы здесь видим, тоже, да, мы видим гиперпластический вариант, или вот дежириносот, вариант шаркомари-тута. Ну, бывают еще варианты, встречаются со шармомами. Следующие. Ну, дифференциальная диагноз, как правило, проводится с нейрофиброматозом, но при пальпации этого пациента никаких узлов не было найдено. Еще дистальная миопатия Глэгерса и Виландера, и вот биографическая справка еще по этому диагнозу, периферические интоксикационные невропатии, но они, как правило, не выражаются в эту толщину, парапроэклиническая полиневропатия тоже не дает такого выраженного толщения корешков. Ну, практически все, просто звучит интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...